Секреты праведности. Вы любите секреты? Когда к вам говорят, я только тебе, только по секрету, мы уже все во внимании. Хотя я допускаю, что кому-то это не будет какой-то тайной, кто-то об этом уже слышал, а кому-то это будет действительно действенная помощь. Несколько слов праведности. Вообще-то есть особая какая-то красота в белом цвете. И есть особая прелесть в чистоте и святости. Люди, которые так живут, они в конце пути засияют, как драгоценные жемчужины. Это будут те люди, которые будут привлекательны для других. Это будут те люди, на которых будут люди обращать внимание и подражать им. У нас есть цель, мы к этому сами стремимся. Поэтому еще раз секреты праведности. Практически все люди, живущие на земле, они исполняют законы государства и страны. Больше то считают, что это надо. Без этого жизнь практически невозможна. Когда нарушаются законы государства или страны, общество разрушается. Но не так много живущих на земле, которые с удовольствием исполняют Божьи законы или заповеди. Больше то многие считают, что это не так важно, или это мало важно, или совсем человеку не надо. Но тем не менее, благодаря тому, что есть законы в государстве, существует страна. Благодаря тому, что есть законы во вселенной, существует вселенная, земля и жизнь на земле. В Библии написано, что по определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Бог все создал прекрасно. И благодаря тому, что оно все на служении Богу, оно все движется в гармонии. И мы имеем прекрасные условия для жизни. Слава Богу за все это. Когда же люди пренебрегают законами, то жизнь, они наносят вред самому себе. Вообще греховное общество, рано или поздно, оно разрушится. Что Библия об этом говорит? Я предлагаю вам в начале один стих, из притча Соломона 14, 34, там написано так. Праведность возвышает народ, а беззаконие, безчестие народов. Есть состояние, которое благотворно действует на страну и на нацию. Праведность возвышает как отдельно человека, так и всю страну, весь народ. И наоборот, а беззаконие, безчестие для народов. Бог желает поднять нас на новую суту. И это возможно, когда мы живем праведной жизнью, живем, угождая Богу. Праведность – это путь к возвышению. Это путь к благословению, это путь к счастью. Какую же жизнь предлагает всем нам Бог? Или в чем секреты праведности? Первое, я хочу обратить внимание на Авраама, который угодил Богу и стал отцом для множества народов. Благословением стал для многих. Как он жил? Как это у него получилось? Что Бог, к чему Бог призывал Авраама? Первое, о чем просил его Бог, это он говорил ему так, что «Ходи предо мною». «Ходи предо мною». В Библии об этом написано так. «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь, что? Непорочен». Бытие 17.1. «Ходи предо мною» и дальше что? «И будь». «И будь непорочен». В чем я вижу проблему сегодняшнего дня? Проблема есть в том, что многие люди верят в Бога, но не ходят пред Богом. Еще раз, верят в Бога, но не ходят пред Богом. Мы можем ходить перед Богом, мы можем ходить перед людьми, мы можем ходить перед самим собой. Хождение перед людьми – это такая жизнь, лишь бы меня не увидели, лишь бы меня не услышали. Люди имеются в виду. Лишь бы не узнали, все. И если вот это получается в моей жизни, значит, я думаю, что в моей жизни все нормально. Но совершенно по-другому на нашу жизнь смотрит Бог. Больше того, некоторые даже не знают или не понимают, что значит ходить пред Богом. И это следующий вопрос, на который я хотел бы ответить. Что значит ходить пред Богом? Первое. Ходить перед Богом – это осознавать, что Господь обитает в нас или живет в нас. В Библии написано, вселюсь в них и буду ходить, и буду их Богом, а они будут моим что народом. Христос Духом Святым пребывает в нас. Это надо знать, и этим надо жить. Нормально, когда человек, например, заходя в храм, снимает головной убор или просто выбрасывает сигарету. Никто не допускает ничего подобного. Люди не делают в храме, правда, не делают. Но послушайте, что значит ходить пред Богом? Написано, вы – храм Бога живого. Вы являетесь храмом. И если я хожу пред Богом, то я никогда подобных вещей не допускаю или не допущу в свою жизнь. Это совершенно другое хождение, другая святость, другая жизнь. Я есть храм. И я могу, написано, строить этот храм, я могу разрушать. И когда я разрушаю, я разрушаю жизнь внутри себя. Поэтому за нашим храмом наблюдает сам Бог. И мы должны оберегать себя во имя Иисуса. И второй момент, что значит ходить пред Богом? Это помнить, что мы всегда находимся в Его присутствии. Какова твоя жизнь? Ходить пред Богом – это значит понимать и четко представлять, что Бог все знает, Бог все видит, Бог все слышит, и Бог все понимает. «Ходи предо мною и будь непорочен». На Авраама была возложена огромная ответственность показать будущим поколениям, какое благословение сокрыто в хождении перед Богом. что человек в результате может иметь, если он этой жизнью живет. И на основании Библии мы находим, что человек, который так живет, его жизнь не может оставаться бесплодной. Он обязательно будет иметь, обладать добрыми плодами любви, мира, радости и святости. Слава Богу за эту жизнь. В чем же секрет праведности? Как мы можем этой жизнью обладать или жить? Вы видите еще один стих, Бытие 6.9 написано так. «Вот житие Ноя, вот его жизнь». И краткая биография или характеристика. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил как? Пред Богом. Еще раз повторяю. Ной ходил пред Богом. У вас невольно возникает вопрос, можно ли в наше время жить победоносной, непорочной святой жизнью? Возможно ли это для нас? И если вы смотрите в Библию, особенно в Старом Завете, то Бог отличает некоторых людей по-особому. Один из них – это Ной, о котором мы сейчас говорим. Поэтому в чем секрет успеха жизни Ноя? Секрет только в этом. Ной ходил перед Богом. То есть он чувствовал Бога всегда рядом и старался этому Богу что? Угождать. В чем секрет праведности? Как мы можем жить или обладать этой праведностью? Мы должны ходить не перед людьми, а как? Перед Богом. Вообще запомните, Бога больше интересует или для Бога важнее не то, что я делаю, а то, как я к Нему отношусь. Мое отношение к Богу интересует Бога. И то, как я к Нему отношусь, такое и такое отношение Бога будет ко мне. Божье благоволение над народом своим, но все определяет, какое мое отношение к Нему. И хотя Ной жил, можно сказать, в очень трудное время, когда грех поднимался до таких высот, ну, казалось, он готов уже покрыть весь, всю вселенную или тогдашний мир. То есть дьявол преуспевал, но тем не менее, были люди, которые жили, можно сказать, отдельной посвященной жизнью. И как они жили? Они жили, ходя перед Богом. В Библии написано, уже Давид говорит, всегда я видел пред Собою Господа, ибо Он одеснует меня, не поколеблюсь. Почему я не буду колебаться? Потому что я живу или я хожу перед Богом. Тот человек, который ходит пред Богом, ему Бог дает способность побеждать грех. Если вы желаете, чтобы Бог был благосклонен к тебе, к вам, вы должны иметь правильное отношение к Нему во имя Иисуса Христа. Еще один из примеров Старого Завета, Бытие 5,24 написано, «И ходил Енох». Как ходил Енох? Пред Богом. «И не стало его, потому что Бог взял его». Смотрите, Авраам ходил, он исполнил пред Богом, он исполнил свою часть Завета и получил то, что обещал ему Бог. Енох, написано, ходил пред Богом. И Бог дал ему способность победить грех. Причем, так Бог его благословил, что он даже смерти не увидел, но был живым, взятый на небо. Сегодня Бог призывает к этой жизни нас. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вы можете мысленно проверять свою жизнь. Какое мое хождение здесь по земле? Действительно, я жизнь свою провожу так? Или хожу пред Богом? Или же, или же, я просто пытаюсь не потерять свое лицо? Но если в вашей жизни присутствует порок, он рано или поздно даст о себе знать. Но есть совершенно другая жизнь. И когда человек живет этой жизнью, это как магнит притягивает к нему остальных или других. Бог желает нас поднять на новую высоту. И когда Бог начал говорить к Аврааму, он уже следовал за Богом 24 года. Но вдруг Бог говорит, Авраам, пожалуйста, с этого дня я прошу тебя, ходи предо мною и, пожалуйста, будь непорочен. Другими словами, будешь ходить предо мною, у тебя получится. Ты будешь жить святой, победоносной жизнью. И Авраам принял это к сердцу как вызов. Я хочу так жить. Я хочу так жить. И у Авраама получилось. И он стал благословением для многих и многих народов. Неужели мы, получившие однажды благословение от Бога, не желаем служить благословением для других? Но чтобы это осуществилось в нашей жизни, мы должны жить так, как призывает нас Слово Божие и Библия. Итак, мы поговорили немножко о том, что значит ходить перед Богом. Мы говорили о том, в чем секрет праведности Авраама или Еноха. Секрет праведности их был в том, что они ходили перед Богом. Они для Бога были открыты. У них нечего было ни прятать, ни таить. Они были открыты, и Бог их за это благословил. И второй момент, о чем просил их Бог, Авраама Бог, и будь что, не порочен. и будь не временами, не иногда, но постоянно, всегда таким будь. То есть, другими словами, так можно жить. Бог не требует от человека невозможного. Пожалуйста, просто прими решение и живи так, и все. И будь непорочен. Вообще, Бог расценивает непорочность, в первую очередь, это мое правильное отношение к Богу и правильное отношение к греху и злу. Еще, непорочность, что это значит для нас, это у нашей жизни не должно быть никаких идолов или других богов. То есть, у нас не должно быть никакой сердечной привязанности, что мы предпочитаем больше, нежели Бога. Именно кто твой Бог, в этом есть серьезная суть. Действительно любишь ли ты Бога всем своим сердцем? Вообще, когда Бог находит человека, который любит его всем сердцем, Он туда изливает свою благодать и использует это человека для своей славы. И будь непорочен. Почему сегодня я проповедую об этом? Потому что я верю этому слову. Я знаю, что в этом есть огромное благословение и сила. И я знаю, что Бог пришел на землю, чтобы дать нам возможность этой жизнью жить. Но вы вряд ли будете следовать за этим словом, если вы не узнаете путь, как можно к этому прийти. А главное, что я буду в результате от этого иметь. И сейчас я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Благословение святой и непорочной жизни. Что я буду от этого иметь? И если вы заинтересуетесь этим, то вы будете непременно так жить. Если вас это мало интересует, то вы за этим вряд ли последуете. Итак, благословение святой и непорочной жизни. Первое это безопасность и защита. Безопасность и защита. Смотрите, что об этом говорит Библия. Я читаю некоторые стихи. Псалом 17-31 Бог непорочен путь его. То есть каков наш Бог? Каковы его пути? Бог непорочен путь его. И дальше он щит для всех уповающих на него. И еще один из этих притч 2-7 Он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих как непорочно. Друзья мои, мы нуждаемся в защите Божьей как никогда. Больше то с каждым днем нужда в защите от Бога увеличивается. Мы ищем безопасности. Мы ищем безопасные места и безопасной жизни. Мы в этом очень нуждаемся. И я всегда говорю и верю, что болезнь любую легче предупредить, нежели ее лечить. Если в вашей жизни врывается в вашу жизнь зло или проявляется в вашей жизни, если вы страдаете от различных болезней, часто это связано потому или с тем, что нету этого щита, нету защиты, нету благоволения. Или в вашу жизнь одна скорбь уходит, а другая проходит. Проблемы за проблемами. Вы нуждаетесь в защите Бога. Написано что он щит для ходящих как пред Богом непорочно. То есть другими словами дьявол атакует всех. Дьявол, мир и грех. У нас есть три врага. Это дьявол, мир и грех. И когда атакованы вы будете, то ваша непорочная жизнь пред Богом это будет щитом для вас. То есть впереди вас будет этот щит. Со всех сторон Бог будет окружать вас. В Библии написано даже если враг поднимется как наводнение, я войною пойду против него, я обязательно защищу и благословлю своих. Он щит. Мы обычно в Боге нуждаемся, когда что-то уже стряслось. Но не лучше ли обезопасить свою жизнь? Он щит для ходящих пред Богом как непорочно. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Еще раз, кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. То есть опасность может угрожать этому человеку, но он будет безопасен. А кто превращает пути свои, тот будет что? Наказан. Господи, пролей Твой свет на Слово Твое, чтобы мы поняли, что происходит в нашей жизни. Часто даже к каким-то наказаниям мы так привыкаем, как говорят, как собака к палке. Мы думаем, что и нормально, или же просто говорим так, и у других это случается, и другие так живут. Но я хочу обратить ваше внимание на жизнь Авраама, который стал другом Божьим. Посмотрите на жизнь Ноя, который в развращенном мире поднялся над водами потопа и был удивительным образом спасен Он и семья Его. Это то, что ожидает в будущем праведника только в Боге наша безопасность и защита. Написано имя Господа крепкая башня. Убегает туда кто? Праведник. И он, что безопасен. Как хорошо, когда у нас есть куда бежать. Как хорошо, когда мы знаем, куда нам бежать. И делаем это вовремя, чтобы сохранить свой дом и свою семью. Следующее благословение, благословение непорочной жизни, это блаженство и счастье. Блаженство и счастье. Библия об этом говорит так, Псалом 118.1 Блаженные или другими словами счастливы, блаженные непорочные пути, ходящие в законе, что Господнем. Вы знаете, что если в вашей жизни есть порог, не имеет значения какой, есть какая-то греховная привязанность, может быть, это просто гнев, он может перепороть всю вашу жизнь, он может испортить вашу репутацию, он может испортить ваше настоящее будущее, все. Но ходи перед Богом, и ты никогда, никогда не позволишь проявиться в твоей жизни гневу, никогда запомните это. В конце концов, тебе будет стыдно, в конце ты поймешь, что так жить не надо. Вхождение пред Богом есть огромное благословение и сила. Многие верят Богу, но они не ходят перед Богом. В результате не получается жить победоносной жизнью. Итак, блаженство и счастье. Мерзость пред Господом коварная сердцем, но благоугодны ему непорочны в пути. Но благоугодны ему какие люди непорочны в пути. Больше того, если вы так живете, то не только вы будете счастливы, но и ваши потомки, и ваши дети после вас. Вы хотите осчастливить ваших детей, вы хотите устроить ваше будущее. Я говорю вам вот это путь. Послушайте, что Библия говорит, праведник ходит в свои непорочности. И дальше. Блаженны дети его после него. Приджи 27. Еще раз, блаженны. То есть дети ваши, они будут счастливы. Вот почему стоит так жить. И если вас волнует будущее поколение, уважаемые родители, Бог говорит, блаженны. Блаженны и праведны ходят в своей непорочности. Блаженны дети. Блаженны дети после него. Следующее благо, следующее благословение непорочной жизни, это жизнь во благе и в добре. То есть это жизнь, когда Божье благоволение будет над тобою, над твоими проблемами и нужными, будет покровительство Божье и Божье благоволение. Библия говорит так об этом, 83 Псалом 12 стих. Но Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и силу ходящих в непорочности. Что дальше написано, кто знает? Он не лишает благ. Еще раз, ходящих в непорочности. Он не лишает своих благословений и благ. Вот почему я хочу вам сказать, стоит так жить. Вообще Божье благоволение, оно всегда чего-то стоит. И чтобы его иметь, надо платить определенную цену. Но я хочу вас ободрить, Бог таковых людей не лишает своих благ. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь была во благе, то Бог говорил, Авраама сегодня говорит тебе, и будь что, непорочен во имя Иисуса Христа. Совращающих праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Приджи 28, 10. Еще раз, кто совращает других на путь зла, кто других привлекает ко греху, тот попадет в свою же яму. совращающих праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют что? Добро. То есть, добро это не результат моих усилий, добро это не результат моих двух работ, добро это не результат бесконечной суеты, но это результат непорочной жизни. Библия говорит, а непорочные наследуют добро. Слава Богу, что мы можем так жить. И я хочу, чтобы вас это заинтересовало, чтобы кто-то сказал, я хочу этого, я хочу так жить. Вы знаете, что я, например, будучи христианином, ничуть не жалею, что я никогда не валялся, будучи пьяным. Я никогда не сожалею о том, что я не упивался каким-то грехом или не наслаждался еще чем-то греховным. Я о том не жалею. Я понял в своей жизни, что есть особое благословение в праведной жизни, в непорочном хождении перед Богом. И я за это, можно сказать, или это не хочу, не желаю поменять ни на что. Я готов стоять, хотя знаю, что борьбы будет немало. Я знаю, что иногда вам бывает трудно, но ради себя и ради Бога так стоит жить. Только тогда вы сможете быть благословением для окружающих. Еще одно благословение, четвертое, благословение непорочной жизни, это жизнь в присутствии Божьем. Псалом 14, два стиха читаю, там написано так. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто? И дальше. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, говорит истину в сердце своем, тот пребудет в жилище моем, тот будет на святой горе Божьей. Это особо благословенная жизнь. Если вы хотите побеждать, если вы хотите иметь какие-то новые переживания с Богом, подняться на новую высоту, Библия говорит, что Бог ходящих в непорочности не лишает своих благ. В этом есть возможность Твоя. И я благодарю Бога, что Бог сегодня эту возможность предлагает для всех нас. Итак, благословение святой и непорочной жизни я сказал только частицу, не все, больше то далеко не все. И я не знаю, что вы можете лучше иметь, живя совершенно другой жизнью. Но благословение непорочной жизни это твоя защита и безопасность. В трудную минуту, когда тебе будет очень тяжело, когда ты будешь занят мыслью, куда бежать или как обезопасить тебя, себя, вспомни это слово и приведи жизнь свою в порядок, потому что все будет зависеть не от того, какая атака или кем ты атакован, а в каком состоянии твое твое сердце. Следующее благословение это блаженство и счастье. Если ты имеешь и то и это, а счастья тебе не хватает, может быть это только потому, что твоя жизнь не благоугодна пред Богом. Многие живут в основном страшась людей. Практически 50% посещающих в церкви это те люди, которые живут под страхом перед людьми. И они думают, что если не узнали, не услышали, то они уже блаженны. Это, извините меня, это заблуждение. Потому что все это давным-давно известно кому? Богу. Следующее благословение это жизнь во благе и добре. Бог Он есть добрый Бог. И в конце концов это жизнь в присутствии Божьем. потому что написано в присутствии Божьем ничего не войдет. Нечистые преданные мерзости и лжи. Вы хотите этой жизнью жить? Жить, как жил Авраам? Жить так, как жил Ной? Вы хотите этой жизнью жить? Я не слышу. Библия «ходи предо мною». Скажите, это трудно или нет? Это возможно для нас или нет? «Ходи предо мною» все, на всяком месте очи Господни. Они постоянно зрят на нас, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Многие тянутся к Нему, нуждаются в поддержке от Него, но Он смотрит опять же на наше сердце. «Ходи предо мною и будь непорочен». Это послужит к благу Твоему. Благословение в Твой дом придет и в Твоей семье оно умножится. О, какая это благодать! Мы люди и мы сами не способны этой жизнью жить, но благодаря Иисусу Христу мы имеем в Нем надежду и способность именно так жить и побеждать. Заканчивая свою проповедь, я хочу вам просто сказать путь к непорочности. Показать хочу вам дорогу, если вы хотите так жить, как это возможно именно для вас сегодня. Итак, путь к непорочности. Первое это покаяние. Мы должны привести жизнь в свой упорядок. 18-й Псалом об этом говорит так. От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи руку твою, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вообще любое падение, быстрое или медленное, оно чем-то заканчивается. И пока человек не упадет и не достигнет самого дна, человеку очень непросто остановиться. Хотя каждый человек, который встает на грешную трупу, он убеждает себя, что я остановлюсь. У меня не будет так, как у них. Но, к сожалению, получилось это не у многих. Какой же путь к непорочности? Первый момент это мое покаяние от тайных моих грехов очисти меня? Тайные грехи, которые не известны другим, они известны давным-давно Богу. И если вы не сказали о них Богу, если вы их не открыли пред Богом, то ваша жизнь проходит, к сожалению, во тьме. Если бы все на этом закончилось, это было бы просто пол беды. Но послушайте, если вы вовремя не освобождаетесь от тайных грехов, что ожидает вас в будущем, падение ваше продолжится, и следующее, что придет в вашу жизнь, это то, что я сейчас считал, это умышленные или сознательные грехи. Умышленные или сознательные грехи. Первое наказание за грех состоит в том, что грех вырабатывает в человеку привычку, от которой потом трудно избавиться. И вот сознательные грехи, они могут обладать, возобладать вами. Ты хочешь измениться, но не получается. Тебе противно, но ты пьешь. Почему? Потому что в жизнь твою пришел уже сознательный грех. И они пленяют, они начинают обладать тобою. Уже ты делаешь не то, что ты хочешь, а то, что ты ненавидишь, то ты делаешь. Но и это еще не все на пути к падению. Следующая ступень это великое развращение. Тогда я буду непрочен и чист от великого развращения. Когда я буду непрочен и чист? Когда я оставляю грех. Когда я вовремя освобождаюсь от греха. А иначе придет то, что здесь говорит Библия. поэтому падать легко, подниматься трудно. Падение происходит быстро, а восстанавливать все очень и очень трудно. Я не знаю, на какой ступени проходит ваша жизнь, но возможно у вас только присутствуют тайные грехи. Послушайте, что об этом говорит Бог? Ты это делал тайно, а я это сделаю как явно. В свое время будет об этом узнанно, но сможешь ли ты изменить свою ситуацию? Вот в чем вопрос. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Вынеси на свет то, что ты скрываешь. Скажи это Богу и скажи Боже, помоги мне освободиться от греха и дай мне твою победу. Дальше путь к непорочности. Первое это покаяние, а второе это хождение перед Богом. Хождение перед Богом. Стих из Библии Псалом сотый, второй стих. Тут написано так. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Первое я покаялся, а потом как я должен жить, чтобы моя жизнь была праведной, пред Богом. Как жить в непорочности? Оказывается, надо продолжать потом ходить как? Перед Богом. Что это за жизнь? Вот этот стих он раскрывает нам. Я буду думать правильно. Я буду думать, размышлять о хороших поступках, как свою жизнь изменить к лучшему. Я буду думать или размышлять о пути непорочном. причем моя цель достичь Тебя, Господи, когда Ты придешь ко мне. Я это делаю ради своей души, но моя цель войти в присутствие Твое. Вот почему я так живу, потому что Твое присутствие это наслаждение мое, это моя радость. Я не ищу мертвых отношений, Господи, но живых. И ради жизни я умираю для себя. Я вспомнил, вот не так давно я проповедовал на тему, как надо, как важно умереть для себя. И я спросил у семейных людей, скажите, пожалуйста, для семьи, что значит умереть для себя? И одна сестра мне говорит, первое, это значит рот на замок. А потом она сказала второе и третье, вот попробуйте, так жить, но это благо. Если я умираю для себя, значит что? Когда возникает напряжение, значит я должен что? замолчать. Кто так живет, тот побеждает, слава Богу, некоторые только в то время и начинают говорить. Но слава Богу, что есть новая жизнь в Иисусе Христе. Вы знаете, когда Иисуса Христа серьезно, можно сказать, придавили, когда над ним издевались, когда над ним глумились, написано о, молчал. Меня удивляет это настолько, в то время кричать надо, надо. В то время надо говорить, что ну меня довели, меня завели. А он был как агнец, предстригущими, безгласен. Почему? Потому что он действительно умирает для себя, чтобы исполнилась воля Божия в его жизни. О, это так прекрасно, это так прекрасный пример для нас. Итак, хождение пред Богом буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Я это говорил, еще раз повторяю, что это значит? Это значит, какой я в церкви, такой я дома. Какой я в церкви, такой я на работе. Какой я на людях, такой я и без них. Я берегу свое сердце. Я буду ходить в непорочности посреди дома моего. Слава Иисусу! Это путь к непорочности. Это мое хождение перед Богом. Независимо от того, видят меня люди или не видят, слышат меня окружающие или не слышат. Я знаю. Я знаю того, который за мной наблюдает. И я хочу одного, не потерять его благоволение, не потерять его защиты, не потерять его благоволение. И ради этого я жертвую многим. Я продолжаю ходить перед Богом. И когда вы будете так жить, то обетования Авраама, они придут и в вашу жизнь. То, что получил Авраам, вы сможете получить, потому что Бог говорит сегодня, ходи предо мною и будь неопорочен. если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то происходит не так, пожалуйста, ради Бога приведите вашу жизнь в порядок, потому что Божье благоволение сегодня для вас над нами и ради нас слава Иисусу. Бог желает изменить твою жизнь, твою судьбу. Бог желает благословить тебя и помочь тебе. Вы желаете так жить? Я хотел бы вас спросить. Я предлагаю вам в заключение примите решение, которое однажды в своей жизни принял Иов. Многострадальный Иов. Смотрите, что он сказал в одном слове Иова 27.5 там написано так. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Примите это решение. Сколько я буду жить? Сколько продлеваться будет жизнь моя на земле? Я не уступлю непорочности моей. Пусть это будут враги мои или друзья. Я в этом буду неподкуплен. Я могу пожертвовать чем-то. Я могу уступить и дом, и машину. Я могу что-то потерять. Но здесь я не уступлю. Я не уступлю. непорочности моей. Что-то в моей жизни может ломаться, что-то или в чем-то я могу пострадать. Но здесь я никогда не пойду ни на какой компромисс. Здесь мое решение и позиция будет твердой и окончательной. Даже если многие пойдут на определенные уступки, я не отступлю от непорочности моей. Все. какое прекрасное решение. И эти слова однажды сказал кто Иов, в чьей жизни были все благословения и все блага. Но случилось так, что в один момент он все это потерял. И давление было настолько серьезным, что он весь будучи в проказе скоблил себя черепицей, переживая ужасные страдания и боль. Казалось бы, пришло время заговорить Иову, сказать, почему так несчастны дни мои. Казалось бы, надо Бога забыть и покрываться ропотом или недовольством. Но Иов говорит, да, в моей жизни не все я понимаю, что происходит. В моей жизни есть некоторые проблемы. Но я знаю одно, в непорочности своей я уступать не собираюсь. Аллилуйя! Я готов потерять все, потому что Бог мне дал и Бог взял. Но здесь, пожалуйста, вы все должны знать, я здесь не могу уступить, потому что это благословение дал мне однажды Бог. Я пришел к Нему и благодаря Ему Он омыл меня Свою кровью и дал мне свою праведность по вере во Христа Иисуса. Дал мне белые одежды и Он желает, чтобы идя за Ним, я их не запятнал. О, Господи, помоги мне прийти к Тебе, прийти к Тебе и встретить Тебя, и встретить Тебя так, как Ты этого желаешь, Господи, о, Боже мой, помоги нам так жить. Уважаемые дети Божьи, все, кто слушает Слово Божье, вот в чем надо стоять до конца, вот в чем мы должны стоять до конца, Иисус Христос, Он умер на Голгофе, Он стоял на смерть, Он умер, но Он не уступил в Своей что? Непорочности, Он не подвел Небесного Отца, Он знал, что это Его миссия и план, и Он не уступил, не отступил назад ради вас, ради нас, если бы это произошло, мы бы никогда не были здесь, но Он знал, ради чего Он пришел на землю, и это сегодня пример для подражения для нас, и Его было трудно, и Иисусу Христу тоже было нелегко, давление было со всех сторон, но Он говорил так, я не могу иначе, я не могу поступить по-другому, моя воля это не моя, Господи, мне тяжело, но Твоя воля да будет, мы сейчас будем молиться, и я приглашаю группу, пожалуйста, придите сюда ко мне, я хочу, чтобы сегодня Господь просто резцом железным написал это слово, и ваше решение в ваше сердце, доколе не умру, не уступлю непорочности моей, жизнь моя может меняться, обстоятельства моей жизни, место расположения моей жизни, где я не буду жить, я знаю одно, что здесь я здесь я не в состоянии, я не хочу, я не отступлю, потому что тот, который прошел впереди нас, написано, что он держал лицо свое как кремень, когда все дьявольские силы обольчились против него, чтобы вывести ее в состояние покоя и равновесия, он говорит, я держал лицо свое как кремень, я оглядывался, надеясь увидеть, что кто-то придет на помощь мне, но говорит он прочиски прокисая, что не было помогающего мне, я был один, многие были против меня, но я не отступил назад, я был тверд в своей непорочности, и именно о нем написано, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, Господь час моя, говорит душа моя, и так будем надеяться на него, если в твоей жизни присутствует какая-то частица греха, это частица территория какая-то, которой ты уступаешь дьяволу, но Иисус Христос сказал, во мне он не имеет ничего, послушайте, что о нем говорит Бог и Библия, он не соделал никакого греха, и не было лести в устах его, он не соделал, он смог так жить, не потому, что в ее жизни все было хорошо, но потому, что он ходил действительно перед Богом и угождал Богу, написано, будучи злословим, он не злословил взаимно, будучи злословим, он молчал, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал все то судьи, судьи праведному, он грехи наши вознес телом своим надревом, дабы вы, дабы мы избавившись от грехов, жили для правды, дабы вы избавившись от грехов, жили для правды, блаженны, непорочны в пути, аллилюя, они счастливы, они блаженны, ранами Его вы исцелились, слава Иисусу, слава Иисусу, слава Иисусу, О Господи, да будет благословенно Твое имя во имя Иисуса Христа, Христос умер из-за Твой грех, Христос умер за ваши грехи, чтобы вы избавились от грехов, чтобы вы оставили грех и дальше жили как для правды, для Бога, аллилюя, сейчас у нас будет молитва, и я предлагаю всем, кто слушал меня сегодня, привести в порядок свою жизнь, примириться с Богом, покаяться пред Богом, я призываю тех, кто слушает нас по телевидению сегодня, я призываю всех слушающих Слово Божье в Церкви Христовой, Библия говорит, блаженны, непорочны в пути, придите ко Христу, и открыв пред Богом сердце свое, признайте свою вину, Он умер за ваш грех, чтобы вы были свободны, покаявшись пред Ним, вы будете оправданы им, вы будете праведны, вы будете непорочны, и дальше, ходя перед Богом, вы будете сохранять, сохранять эту жизнь и приумножать, о, какое это благословение, когда я закончу свой путь, и скажи, Господь, мне было тяжело, но Твоя десница поддержала меня, я потерял что-то в материальном плане, но непорочность моя, она осталась невредимой, какое это благословение, аллилуйя, эти люди, они в конце жизни своей, они будут сиять, как звезды, они будут со Христом на небе, они будут судить мертвых и живых, Господь наш грядет, приготовься ко встрече с Ним, во имя Иисуса Христа, приди к Нему и поклонись Ему, да будет имя Бога благословено ныне и вовеки, Нима Да у